Продолжаем обучаться процессу психотерапии И сегодня в этом ролике поговорим о том, что такое психотерапия Как она проходит Ошибочки типичные Ролик направлен на понимание, что такое психотерапевт И что такое психотерапия вообще в целом Значит, давайте начнем с того, что в большинстве случаев в Советском Союзе А точнее в постсоветском пространстве К термину психотерапия применяются двойные стандарты Которые и вводят в заблуждение большинство прогрессивного даже населения этих стран и регионов В чем ошибка? Ошибка прежде всего в том, что психотерапия и работа с психологом ассоциируются с психиатрией Психиатрия, психотерапия и психологическое консультирование Это разные сферы и разные отрасли Которые занимаются разными делами и разными вещами Психиатрия это медицинская специальность, медицинское направление Которое занимается медицинским терапевтическим процессом То есть treatment, лечением тех или иных болезней К психиатрическим болезням относится большая рубрика Как большой психиатрии, так и малой С точки зрения медицины Концепция, сейчас мы берем малую психиатрию неврозов и пограничных расстройств С точки зрения медицины Терапия как таковая в плане лечения оказывается психофармакотерапией Как медицинским направлением, подбором антидепрессантов и транквилизаторов Ни о какой психотерапии и психологическом коррекционном процессе речи не шло и не идет Задача врача поставить диагноз Используя принципы дифференциальной диагностики и знаний И подобрать ту или иную комбинаторику фармакологических препаратов Используя для этого особенности данного пациента Особенности как личностные, так и особенности реакции на те или иные препараты Сюда входит подбор индивидуальной переносимости И подбор самих препаратов по наличию выраженности симптоматики той или иной области Задача психиатрии и психиатрического лечения Это прежде всего снятие как вегетативных телесных, так и эмоциональных симптомов Такие как боли телесные, вегетативные напряжения, страх и тревога Снимается это за счет изменения нейромедиаторов и гормонального фона Процессов работы коры головного мозга Процессов регуляции, возбуждения, торможения О лечении как таковом речи не идет Объясню почему Лечение оно как бы лечение, как процесс Но сам невроз давно изучен И сама невротическая основа затрагивает личность или характер Вегетативные проявления телесные или поведенческие ритуалы Навязчивые мысли, фобии и тревоги Мы сейчас говорим о невротическом уровне, не о психотическом Это проблема внутри характера или внутри личности А изменить характер и личность может сам человек С помощью психолога и психологической работы над собой С помощью разных школ психологии Поэтому в нашей стране долгое время психология и психотерапия Была под запретом И доминировала психиатрия Поэтому до сих пор, по сей день Психиатрическая концепция занимается фармакотерапией В редких случаях психиатр Прошедший переподготовку по психотерапии Занимается самой психотерапией как психологическим направлением То есть, если психиатр-нарколог прошел обучение и переподготовку По, например, когнитивной психотерапии Или гешталь-психотерапии Или экзистенциальной психотерапии И посадить рядом с ним психолога Психологического консультанта Который также прошел обучение по когнитивной терапии Или гешталь-терапии Если предположить, что они не используют фармакологию Вы никогда не поймете, кто из них кто Потому что как психологический консультант Так и психолог, так и психиатр Начнут свою работу с дифференциальной диагностики уровня расстройства Если это невротический уровень То психиатр, если мы сейчас берем априори Убираем таблетки То психиатр будет использовать психологическую концепцию невроза Так же как и психолог Занимаясь гештальтом, когнитивной поведенческой терапией Или экзистенциальными направлениями Никакой разницы в их работе не будет абсолютно Разница исключительно в области применения и широты применения Психологические консультанты, психолог могут работать с определенным количеством Жалоб и симптоматики До определенного уровня патологии Врач, психиатр, нарколог Может работать с гораздо более широким спектром проблематики В том числе стационарной госпитализации Хотя в стационарах, где есть штат психолога Психологические консультанты, психолог и клинический психолог Также работают Вот ошибочка считать, что только психиатры занимаются психотерапией Вовсе нет Когнитивная терапия никак не оперирует психиатрическим направлением и медициной вообще Мы работаем с мыслями и личностью убеждениями Гештальтерапия никакого отношения к психиатрии не имеет Гештальтерапия работает с процессом контакта С процессом здесь и сейчас С процессом испытывания и выражения чувств И нахождение себя в состоянии такой искренней искренности Переживаний чувства и ощущений, которые ты подавила или подавляешь Мы это называем открытый, закрытый гештальтерапия Когда мы перерабатываем и перепроживаем те вытесненные или не закрытые гештальты или чувства И здесь нет психиатрии И это первое про процесс Теперь с чего начинается психотерапия Многие думают, что психотерапия это процесс, когда нужно прийти ко врачу И он вас будет лечить Это еще одна ошибка, вышедшая из доминирования медицины Когда вы приходите, у вас есть жалобы на больной зуб Вы открываете рот, вам что-то полечили Вы не приложили никаких усилий, кроме того, как пришли Зуб полечили, вы закрыли рот и ушли Психотерапия, будь то применима врачом-психиатром, наркологом Или психотерапевтом, психологом или психологом-консультантом Она совершенно строится на других принципах Совершенно строится на других началах и задачах Невроз Это, чтобы вам было более понятно Это противоречие внутри вашего характера С некоторыми жизненными обстоятельствами Которые выражаются в феноменальных симптомах Как телесных, поведенческих, так и мыслительных и эмоциональных Задача психотерапевта не дать вам совет Не сказать, что вы плохой или хороший Задача психолога-консультанта и психотерапевта Научить вас сначала Первый этап Запоминаем Первый этап, с чего начинается Это вы выстраиваете так называемый терапевтический альянс То есть вы находите, грубо говоря, по-простому Общий язык со своим консультантом Общий язык со своим терапевтом, психологом То есть нравится, не нравится Подходит, не подходит Возраст, пол, манера общения Потому что во многом процесс зависит от личности психолога и консультанта Если вам не нравится сама личность психолога и психотерапевта Навряд ли получится тот процесс контакта И тот хороший взаимообмен, который должен сложиться между клиентом и терапевтом Поэтому сначала выстраивается контакт Вы немного оцениваете И здесь не надо бояться того, что что-то вам не нравится Вы можете менять психолога Искать ту женщину или того мужчину, который вам больше понравится Ну, на каких-то интуитивных нотках Чувствуете, что что-то не то Какая-то она не такая, или он не такой Что-то как-то не идет Меняйте Вас никто не осудит Ничего страшного Значит, дальше в этом же начале строится Определение показаний и диагностика То есть, психолог, консультант, психотерапевт Должны понять, с чем пришел клиент То есть, определить как запрос Мы это называем запрос В медицине это называется сбор анамнеза болезни С чего все началось Как развивалось Уровень симптоматики Задача психолога, терапевта и психотерапевта Понять уровень жалоб Психологических консультантов учат дифференциальной диагностики Психологов учат дифференциальной диагностики Естественно, психиатров тоже Мы должны понять, с каким уровнем мы имеем дело Невротическим, пограничным или психотическим и далее Почему? Потому что от этого зависит От этого зависит степень компетентности Того или иного специалиста То есть, психологический консультант и психолог Не сможет работать с определенным уровнем расстройств личности Мы должны передать этого человека своим коллегам Которые прошли специализацию Это уже как раз врачи-психотерапевты И врачи-психиатры Которые занимаются более сложными заболеваниями И более сложными отклонениями Это их работа Но также они, естественно, могут заниматься Более простыми невротическими фобиями, допустим Если дифференциальная диагностика пройдена И мы понимаем, что это невротический уровень Например, тревожно-фобическое расстройство Генерализованное тревожно-паническая атака Общая вегетативная Вегетативную дистонию грамотные специалисты не ставят Они ставят совершенно другой диагноз Который звучит, например, как в целом невроз Или невроз навязчивых состояний Или фобический невроз Или тревожное расстройство Генерализованное с интеграцией в него Панического расстройства Или с интеграцией в него Дереализации, деперсонализации Или генерализованная тревожность С паническим расстройством Или тревожно-фобическое С наличием кардиофобии Агорафобии и прочих Или смешанное тревожно-депрессивное расстройство С такими же интеграциями Панической атаки в анамнезе и так далее То есть наша задача понять, с чем мы имеем дело Когда мы поняли, с чем мы имеем дело И продолжаем контакт Следующий этап Это обучение клиента посредством образования Или передачи знаний От консультанта к клиенту Что с ним происходит и почему Без этих знаний Ни врач-психиатр Ни консультант-психолог Не смогут выстроить дальнейшую терапию Тревожно-фобического расстройства Если они сами не знают Что такое вегетативная система Если они сами не знают Что такое паника Что такое паническая атака Многие психологи об этом только слышали Но никогда не знают, что это такое Они слышали, что это некий приступ Но совершенно не понимают Что это за приступ Тут как раз к вопросу о том Что хорошо, что у вас это было Да, наверное, хорошо И это один из моих плюсов Я с вами полностью согласен Так вот Дальше мы обучаем пациента Дословно он становится учеником у нас Мы ему объясняем, как все работает Ему на этом этапе уже становится легче Потому что он понимает, что он не умирает Что он не задыхается Что ничего с ним не случается Что это такой специфический феномен Работы вегетативной системы И защитные механизмы Фобического тревожного уровня Дальше мы должны дать клиенту Конкретные упражнения И конкретные техники Которые позволят снять с него Повышенную тревогу Работать с фобией С избеганием Если это агорофобия Определенно используются Десенсибилизирующие практики Если это фобия То это используется тактика Точечная такая Разного рода упражнения Посмотреть, как он упражнения эти делает В ряде случаев Выехать с клиентом На экспозиционные упражнения Если это когнитивно-поведенческий терапевт Или попросить вести его дневник И вести определенные таблицы С упражнениями То есть фактически стать В роли наставника Психотерапии В использовании тех или иных упражнений Затем, когда он сделал все эти упражнения И образовательные процессы упражнения Сделали свое дело Симптомы уже на этом этапе становятся Не такими яркими Они потихонечку редуцируют Они становятся менее травматичными Клиенту становится легче Затем, когда клиенту становится легче И он перестал вызывать у себя Паническую атаку Но перестало его беспокоить Он стал более свободно передвигаться Его страхи ослабели Он получает огромный заряд положительных эмоций От результата У него поднимается самооценка Все замечательно, хорошо И дальше мы приступаем к объяснению тому Что все это Но он уже это понял из первых этапов Ввиду особенностей его личности и характера И тут мы начинаем связывать Его особенности личности и характера И воспитания с его как детством Как формируется характер, особенность Так и с его личностью И с его обстоятельствами жизни И тут мы строим, как медики говорят Психогенез невроза Или я это называю такой схемой невроза Когда, где мы рисуем личность Это вот в учебнике есть И в других моих видео лекциях Где мы строим конкретику изучения Помните вот это дерево, да? Где мы берем корни, изучаем личность Потом берем с чего все началось Как началось Почему сегодня В чем конфликт Какой он бывает И так далее Когда мы поняли особенность Клиент понял особенности формирования Своей личности И что это за личность Как она формировалась Он должен провести прямые причинно-следственные связи С своей личностью и характером Конкретными ситуациями Которые запустили в нем те или иные механизмы Затем понять, почему сегодня эти механизмы продолжают Работать, то есть сталкиваться Вызывая внутреннее напряжение И сделать определенные жизненные выводы И переосмысление Которые помогут решить те самые внутренние проблемы Которые привели его к невротическим симптомам Ну и последний этап Этап закрепления Если это тревожно-фобическое Если это Генерализованное тревожное Это этап закрепления Личностных изменений Здесь можно проводить клинические тесты Показывающие Корреляцию изменений Здесь можно проводить просто интервью Смотреть, что было, что есть Проводить объективное исследование Интервью То есть как вы себя чувствуете, что сегодня, что было, как И так далее И дальше действовать по запросу Иногда клиент уже после полностью отсутствия симптомов Как тревожно-фобических, так и панических Он продолжает ходить раз в две недели или раз в месяц Для дальнейшей проработки Потому что он чувствует внутренний рост Он чувствует подъем сил Ему это нравится Он уже без симптомов Но он продолжает исследовать свою личность Свои реакции Свои феноменологические особенности Вот примерно так это выглядит И еще По этапам я вам рассказал очень подробно сейчас Ну конечно не супер подробно Но в общих чертах Но понятие вы теперь имеете Как это происходит Теперь какие ошибки По результату Кому помогает, кому не помогает Почему может не помочь Первое, почему может не идти процесс Процесс может не идти по ряду феноменов Которые возникают между консультантом и терапевтом Психоанализ это называется сопротивлением Или защитные механизмы тоже Контрперенос-перенос Сейчас не будем об этом говорить В общем Процесс может застоприться на взаимодействии двух личностей И включением защит Задача консультанта и терапевта Выявить эти защиты Показать их правильно клиенту Чтобы клиент Отнесся к этим защитам Определенным образом И смог их сделать более гибкими Более жизнеспособными Если мы говорим о когнитивной терапии То ошибки могут возникать в том Что у клиента не получается находить собственные автоматические мысли И их делать более гибкими Делать убеждения и установки более гибкими И терапевт помогает То есть по большому счету такая тренерская работа То есть не относитесь к психотерапии как к исцелению Это тренерская работа Это работа над собой Это работа над своей личностью Над своим характером Над своими привычками Над своими особенностями Такие как эгоцентризм Эгоизм Склонность думать определенным образом Убеждением Допустим Мир не должен относиться ко мне несправедливо Ведь я хороший То есть очень много нюансов Которые могут встретиться в процессе Еще какие могут быть ситуации Не идут допустим улучшения И человек начинает опускать руки Мне ничего не помогает Здесь надо анализировать в чем причина Либо причина в том что нет упражнений и техник И нету каких-то конкретных действий от консультанта Либо чаще всего В моей во всяком случае практике Бывает ошибка на этом этапе Когда клиент как бы кивает головой Говорит да я поняла упражнение Но не делает То есть да я поняла Как бы записала Но когда ты спрашиваешь Что ты сделала на этой неделе Получается у меня там были дела Мне что-то чувствовало себя плохо Я туда не пошла То не сделала Пятое не сделала Вообще зачем это все нужно Ну вот как раз сопротивление работает Если клиент сопротивляется психологически И не выполняет определенные поведенческие Когнитивные упражнения То конечно говорить о редуцировании симптоматики Ну не приходится Потому что психотерапевт Это не человек который водит руками И тебя исцеляет Это четкие конкретные Когнитивно-поведенческие задания Которые помогают вам работать над собой Это не эзотерическая концепция Мы с вами поговорим И вам станет легче Нет Есть конкретный процесс Где вы ознакомитесь с самим собой Анализируете это Делаете выводы Или не делаете Как мы говорим У каждого клиента есть право Поступать так или иначе С тем что он в себе видит Если ему нравится Допустим Ходить в красном Это его право ходить в красном Да Если ему нравится Там Такая-то своя черта характера Его право Эту черту характера Оставить и не трогать ее Но он должен знать Как его черты характера И специфика мышления Влияет на его Как эмоциональный уровень Так и на поведенческий Поэтому Вот могут быть ошибки С тем что люди Не делают упражнения Или делают их Недобросовестно Третий вариант ошибки Это когда вы постоянно Каждый день ждете Каких-то улучшений Каждый день Тестируете себя Считая что Когда же вас отпустят Когда же вам станет легче И это чудо произойдет Это тоже важная ошибка Не ждите никаких чудес Забудьте Вот Каждое утро Проверяйте Как вы себя чувствуете Занимайтесь с психологом С психотерапевтом И занимайтесь Не надо ждать Каждый день И анализировать Когда меня отпустят Оно само Все произойдет Если Человек С которым вы занимаетесь Разбирается в том Что он делает И взял на себя Ответственность вам помогать Доверьтесь человеку Возьмите на себя Ответственность За Искренность И за Желание Заниматься В взаимодействии С консультантом Но не надо Насиловать себя В позе Сократа Со словами Я должна что-то раскопать Мне должны Что-то сказать Я должна что-то осознать Когда же это будет Когда же это будет А мне сегодня легче А мне сегодня хуже А мне сегодня лучше Не надо постоянно себя этим циклить Это тоже популярная ошибка Тестирование своего здоровья И самочувствия каждый день А как сегодня А как сегодня Не надо И еще одна ошибка Ставить себе какие-то сроки Вот меня должно отпустить В течение недели Потому что Ваське помогло за месяц Вы не Васька У каждого человека Свое детство Свои особенности личности Свои особенности мышления И склада этого мышления Не надо себя Подгонять Под какие-то рамки Не надо себя Куда-то торопить И заставлять Хорошо? Все должно быть В той скорости Которая происходит Вода течет сама Трава растет сама Солнце светит Все Фотосинтез происходит Сам в природе Клетки делятся Да? Клетки делятся Размножаются Кожа отмирает Формируется Синтезируется Новое Не надо пытаться Этим процессом Управлять Его ускорять Все Будет Так как оно будет Надо просто Заниматься А не сидеть дома И последняя ошибка Тоже традиционная Это Отмазываться От визита К психологу И работы с ним Под предлогами Нету времени Некогда Само рассосется И еще одна ошибка Суда же Это советы И Обмен мнениями В интернет ресурсах На форумах Или в группах Это очень важная ошибка Серьезная Потому что На первом этапе психотерапии Как я уже говорил ранее Вы должны быть образованы И вы должны иметь Конкретные упражнения Если вы приходите на форум Где полным-полно Печальных историй И слезно Плачущих людей Что им ничего не помогает Ничего Кроме Неуверенности Обреченности И Как сказать И Лишних подозрений Что вы не справитесь Вы не получите Ни о какой поддержке На самом деле В интернет форумах Речи не идет Вам кажется Что вам оказывают поддержку На самом деле Вам вешают гирю на шею Со словами Никому не помогает И тебе не поможет И вы приходите Мне что-то плохо Мне что-то плохо Мне что-то плохо И еще хуже Это обесценивает Работу со своим психологом Когда Вы говорите Я вот занимаюсь с Пашкой А что-то мне не помогает Машка говорит А Пашка Что-то не так А Ира говорит Что Пашка тоже Что-то не туда То есть Вы начинаете советоваться Если вы занимаетесь Со своим психологом Занимайтесь с ним Уйдите с форумов Уйдите с групп Они вам Понимаете Вот Вы не знаете Кто эти люди У них у своих Своя жизнь У них свои характеры Вы не знаете Кто там находится Какой он квалификации Кто он по образованию Что это за человек Какие интересы он преследует С какой целью он это пишет Старайтесь Прислушиваться к людям Которые открыто Публикуют свои данные Которые не закрывают Свои Анкеты Если вы хотите Про интернет Поговорить Люди Которые открыты Как с контактами Полностью Так и с образованием Так и со своей Доступностью С которых можно проверить Которым можно позвонить Спросить Где он учился И где он работает Старайтесь Если вы как-то Взаимодействуете В интернете То взаимодействуйте Проверено Чтобы это не было Какой-то там Сашка Которого я слышал Что он что-то знает И мне сказали Что он где-то болел И он типа Вот что-то Вот он понимает Это конечно Замечательно Если Сашка Разбирается Но В интернете Все-таки Я бы вам рекомендовал Проверять информацию Кто это написал Вы не можете Никогда на 100% Быть уверены Что это Истинно И что это правда Что это не Преувеличение Или что это не Сарказмом Написали Чтобы задеть Или что человек Допустим Василий Васильевич Не помог Какому-то человеку Написали Но вы же не знаете Почему у этого клиента Не пошел процесс С Василием Васильевичем Может клиент Не делал никаких упражнений Может у клиента Очень жесткие защиты И ему уже 25-й психотерапевт Не поможет 26-й точно не поможет Винить психологов Потому что Иван Ивановичу Не помогло Это тоже неправильно Потому что Сам термин Иван Иванович Не помог Петру Петровичу Психолог Это не человек Который Помогает Или не помогает А психотерапия Это процесс Взаимный Психолог Помогает Увидеть в клиенте Чтоб он увидел Какие-то процессы А клиент Видит Или не видит Прислушивается Или не прислушивается Поэтому Правильнее говорить Если у вас не пошел Контакт с психологом Что я поработал И не совсем Мы нашли общий язык Я не понял О чем он И я не понял О чем она И у нас не получилось Взаимодействия Наверное Получится у кого-то другого Или у меня Наверное Получится с кем-то другим С этим у меня Не пошло Но Говорить о том Что Васька Не помогает Или там Сашка Не помогает Не совсем Корректно Потому что Если человек Так пишет Значит он точно Не понимает Что такое психотерапия И уж естественно Ему никто не поможет Вот Вот такие Классические ошибки И этапы Психотерапии Спасибо